Покупай спортивное питание на profiprod.com.ua и получай скидку 3%. Просто назови ключевую фразу «Я люблю профи-прод и ты в деле». Профи-прод – эффективное спортивное питание, качество превыше всего. Перед тем, как прийти в тренажерный зал, каждый человек приобретает определенную мотивацию, основанную на его личных убеждениях. Кто-то хочет стать здоровее, кто-то сильнее, а кто-то хочет понравиться девушке. Однако, существуют и другие. Начнем, пожалуй, с положительных моментов. Первый и самый главный бонус, который вы получаете от бодибилдинга – это внешний вид. Как говорил Ронни Колман, все хотят быть бодибилдерами, но не все хотят рвать задницу ради этого. Кто бы там что ни говорил, а мышцы хотят все. Все, без исключения. Конечно же, мышцы – это понятие растяжимое. Вы можете выглядеть так, так или даже вот так. Это дело индивидуальное. Но уж точно фигура вашей мечты не будет похожа на эту. Вторым неоспоримым плюсом является здоровье. Да, да, знаю, сейчас вы подумали про что-то наподобие «физкультура лечит, а спортка лечит» или что профессиональный спорт – это далеко не здоровье. Но давайте возьмем среднестатистического малоподвижного человека, который при этом курит и бухает. Так кто же будет наносить больший урон своему здоровью? Ключ к здоровью лежит в его сохранении, а не приобретении. Поэтому, исключив пагубные привычки различного характера, вы максимально его сохраните. Третий плюс – это положение в обществе. Буквально каждый может писать вам в интернете всякие гадости и рассказывать о непоправимом вреде протеинов. Но если вы выглядите как Мартин Форд, к примеру, поверьте мне, никто и никогда не скажет вам это в глаза. Четвертый плюс – это знания. Уверяю вас, если вы выглядите как Фил Хит, к примеру, вы далеко не тупой. Такое, конечно, случается, но в своем большинстве качки обладают знаниями в анатомии, биохимии, диетологии, фармакологии. Да и сам тренировочный процесс тоже влечет за собой массу тонкостей и нюансов, которые необходимо изучить перед тем, как начинать свой путь в этом спорте. И, пожалуй, в заключительный плюс мы отнесем волевые качества. Бодибилдинг – это спорт всей жизни. Те, кто приходят в него подкачаться к лету, занимаются не бодибилдингом, а каким-то другим неведомым говном. Настоящий качок питается под охрена раз в день. Волочет за собой по 12 сутков, где разбиты его приемы пищи и рассчитаны по белкам, жарам и углеводам. Фигачит в зале каждый день по несколько часов. Читает книги, изучает различные методики и многое другое. Этот спорт весьма педантичный и скрупулезный. Далеко не каждому по зубам следовать одним и тем же правилам день за днем. И так на протяжении многих лет. Что ж, плюсов вышло достаточно много. И они весьма убедительные. Однако у каждой деятельности есть и обратная сторона медали. Так что давайте теперь рассмотрим минусы железного спорта. Первый минус – это стереотипы. Будь вы хоть 70-летним качком в идеальной форме, у которого позавчера родился 9-й ребенок, о вас все равно будут говорить как о больном человеке, у которого не стоит от протеинов. Так уж сложилось, что люди, не имеющие нормального телосложения, а это 90% окружающих вас людей, обязательно будут так о вас думать. И что самое парадоксальное, они сами будут в это верить. Второй минус – это выбор одежды. Вы сейчас могли бы сказать, что это не проблема. И что одежду можно брать на толстых, мол, какая разница, мышцы или жир. Но не все так просто. Если на толстых одежда выглядит примерно так, то на качке она должна выглядеть вот так. Конечно же, если вы не бодибилдер-тяжеловес, то этот минус можно смело вычеркнуть, ведь экстремальные мышечные объемы присущи лишь профессионалам. Ну и третий минус – это денежные затраты. Если вы богат, то этот минус можно вычеркнуть. Однако для простых смертных бодибилдинг является весьма затратным удовольствием. Кушать нужно много, кушать нужно качественно, а это требует немалых денег, не говоря уж об абонементе в хороший спортзал и о фармакологии. Также качки используют спортивное питание и аптечные препараты. Все вместе дает нам весьма значительный удар по бюджету. Что ж, пожалуй, это все реальные минусы этого спорта. Так что на этом все, друзья. Если у вас есть свои доводы в ту или иную сторону, прошу написать комментарий под этим видео. И если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!